Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Климова Екатерина Игоревна. Я воспитатель детского сада номер 107 города Братска. Сегодня я вам хочу рассказать про то, как наш садик работает с ресурсом МЭО Детский сад. В условиях современного развития общества невозможно представить мир из информационных ресурсов. Информационные технологии позволяют насытить ребенка большим количеством готовой, строго отобранной соответствующим образом организованной информацией, развивать интеллектуальные творческие способности и умение самостоятельно добывать новые знания. Актуальность использования информационных технологий определяется требованием к результатам реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Применение инновационных средств обучения, в том числе и использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийных интерактивных проектов становится одним из перспективных направлений работы с детьми. Одним из таких ресурсов стало мобильное электронное образование. В течение последних двух лет педагоги нашего ДОО активно используют в образовательном процессе ресурс мобильное электронное образование. Мы увидели возможность применения МЭО с детьми с тяжелыми нарешениями речи, в различных видах детской деятельности, а также при организации фронтальных и групповых занятий. И решили реализовывать в нашем дошкольном учреждении проект. Тема нашего проекта – это использование возможностей информационных технологий и ресурсов мобильного электронного образования в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Основная идея – это внедрение технологий и ресурсов мобильного электронного образования в коррекционно-образовательный процесс с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. Проект долгосрочный. Участниками стали дети дошкольного возраста старшего с тяжелым нарушением речи, музыкальные руководители, педагог дополнительного образования и воспитатели речевых групп. Безусловно, главным показателем успешного применения ресурсов являются эмоции ребят и их желание распределения узнать больше. Дети получают массу положительных эмоций, быстрее и качественнее усваивают материал, повысился интерес к деятельности. Современно, ненавязчиво для детей происходит познавательное развитие, что очень важно в дошкольном детстве, активизируют самослительные процессы. Благодаря наличию ресурса отпадает необходимость в использовании дополнительных методических материалов и обучающих пособий. Специальных тетрадей, атмоса, карт, схем и таблиц. Весь материал можно визуализировать на экране с помощью мобильного электронного образования. Данный ресурс своей работы используют как воспитатели обычных групп, групп компенсирующих направленности, так и специалистов. Применение мобильного электронного образования учителям-млагопедов позволяет максимально применять в принципе дифференцированного подхода, создавать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут для каждого дошкольника. При необходимости неоднократно возвращаться к изученному материалу, делает логопедическую работу более эффективной и продуктивной. Применение мобильного коррекционной работы расширяет возможность работы с наглядным материалом. С целью активизации расширения словарного запаса детей создает игровую ситуацию для практического изменения грамматических и синтезических форм русского языка. За счет включения в коррекционно-образовательный процесс максимального количества анализаторов, актуализации различных ощущений, активизации непроизвольного внимания детей с ТНР, повышается эффективность работы и предупреждение появления вторичных расстройств письменной речи. Воспитатели используют электронный дидактический материал для закрепления и автоматизации звуков при подготовке речевого аппарата ребенка, а также для развития психических процессов внимания, памяти, мышления и речи. Педагог дополнительного образования встраивает свой ресурс на занятиях по художественному творчеству, например, для демонстрации репродукции известных художников. Компьютерные технологии помогают, находясь в саду, виртуально, но все же посетить различные длинные сажи и галереи. Это обогащает познавательный и эмоциональный опыт ребенка. При организации музыкальной деятельности ни одно тематическое мероприятие не обходится без электронного ресурса. Таким образом, мы используем весь возможный потенциал МЭО для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы. Особенности детей с тяжелым нарушением речи – это не просто дефекты речи, в той или иной мере характерные для многих в дошкольном возрасте, но и глубокие виды патологий, которые, если ими не заниматься, могут привести к более серьезным нарушениям – дислексии и дисграфии, при которых ребенок не сможет овладеть техникой письма. Учитывая низкую переключаемость внимания детей с ТНР, во время организационного момента важно настроить их на изучаемый материал. Использование в образовательном процессе мобильное и электронное образование, в том числе мультимедийных презентаций, предотвращает утомление детей, поддерживает у детей в том числе с различной речевой патологией, познавательную активность, повышает эффективность логопедической, психологической, образовательной работы в целом. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с детьми. Поскольку у дошкольников преобладает непроизводное внимание, то применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так как представляет информацию в привлекательной, интересной форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным. В настоящее время детские сады не могут работать в штатном режиме, и поэтому возникла особая необходимость организовывать образовательный процесс в дистанционном формате. Мы определили для себя несколько направлений реализации основной образовательной программы дошкольного образования нашего учреждения. На период самоизоляции педагоги создали виртуальный детский сад, в котором дистанционно организуют образовательную деятельность воспитателей, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре. Педагоги рекомендуют родителям в домашних условиях провести досуг детей с пользой. Сейчас в сложившейся ситуации в условиях пандемии особенно ощущаются все плюсы мобильного электронного образования. С этим ресурсом строить работу одно удовольствие, пусть даже удаленно. Каждому ребенку постоянно необходимо что-то открывать, познавать, создавать и творить. Занятия на платформе мы начинаем с детьми старшего дошкольного возраста. Педагог при помощи конференции в ресурсе МЭЛ организует фронтальные занятия по различным видам детской деятельности, демонстрируя свой рабочий стол. Занятия проходят по подгруппам, длительность таких занятий составляет не более 15 минут. Помимо этого ресурс МЭЛ предлагает организовывать работу индивидуально. Каждому воспитаннику присвоен персональный логин и пароль. Педагог рекомендует задания для выполнения, а ребенок выходит на платформу и совместно с родителями приступает к его выполнению. В перспективе мы планируем с этого года начать работу на платформе МЭЛ с детьми среднего дошкольного возраста. Также осуществлять непосредственное включение онлайн отсутствующего по уважительной причине ребенка непосредственно образовательную деятельность. Работа с родителями будет осуществляться в новом формате конференции. И в заключении хочется сказать, что участие учреждения в проекте мобильное и электронное образование имеет положительные эффекты для всех участников образовательных отношений. Для детей интерес к деятельности, уход от учебно-дисциплинарной модели, индивидуализация образования, активизируется познавательная деятельность, формируются основы информационной культуры. Педагог уверенно чувствует себя в современном социуме, осуществляет социально-профессиональные функции в соответствии с профессиональным стандартным педагога и ПГО с дошкольного образования. У нас, педагогов, появилась возможность насытить адаптированную образовательную программу ресурсами электронного образования, что усиливает коррекционно-развивающий эффект. Для дошкольного учреждения переход в новый формат цифрового образования, насыщение образовательной среды современными техническими средствами, обучение. Спасибо большое!